...насильственным образом был обрисован в любом стиле с украшением Абхаза. Память людей, насильственных, поднимших в свою родину, второй зал Нового Рахунской пещеры был назван залом Махаджира. Махаджирет, что по-арабски означает переселение и эмиграция. Зал Махаджира значительно обжиган. Сюда постоянно поступает вода, и следовательно, Харского процесса в пещере продолжается и в настоящее время. Повсеместно разбросанные глыбы делают много чрезвычайно неровных, и которые разделяют полость на несколько частей. В средней части расположена Белая гора. Это массивно-кальциновое сооружение, полообразная кома, высоту от 5 до 15 метров, а в окружности 35-40. На Белую гору периодически поступает вода, насыщенная кальцием. Это отверстие, которое находится в воде, это в источнике, в окружности 6-70 годов и по почетам биологов. Белая гора растет на 1 км в поле, и это считается очень крупным. А сразу за дороги заходят и самый низко расположенный участок, это воронтообразная котловина, в которой полностью заполнена мощными отложениями веки, толщина которой достигает до 30 метров. Во время камок, который проволожительных лет без дороги, это как разогнатная котловина, в окружности, в окружности, в окружности. Бывают случаи, когда у нас в окружности заходить за этой котловой площадке, на таковой позади. Ну, это все просто. Сейчас же, когда я совсем не могу сказать, На подчеркнувшей заловой водоотводной пещеры проводены водоотводные штуры. На втором смотровой площадке мы провели по самому длинному подземному мосту Сырьев. Длина его 120 метров, а высота здесь. Проходя на водоотводные штуры, следует шагу, вы увидите, что есть и на отверстие, с высадой водоотводной штуры. На втором смотровой площадке вы отказываетесь. И перед этим я дождусь, и поездку вы будете скрыть в мосту Сырьев зала. А затем по самому месту пещерному переходу, я вам приглашу в третий зал. На актере я расскажу о развитых живых людей, и что вам будет в следующий. Ну, а теперь, пожалуйста, меня пропускает вперед.